Добрый вечер! В эфире информационная программа события в студии Нина Спиридонова. Сегодня в выпуске. Дань благодарности воинам-освободителям. У мемориала в парке Победа в преддверии Дня Защитника Отечества состоялся митинг. Белая Русь за безопасность мероприятия Единого Дня Безопасности в Аграрном Лицее прошло в формате квест-игры. Жемчужина в центре столицы в комплексе Минск-Мир. Жители приняли очередной дом. Теперь на эти темы более подробно. Мемориальный комплекс в парке Победа – святое место для речичан. Там покоится праг советских солдат, партизан и подпольщиков, которые погибли в годы Великой Отечественной войны за освобождение региона от немецко-фашистских захватчиков. Речичане помнят и чтут подвиг воинов-освободителей. Как дань благодарности в преддверии Дня Защитника Отечества у Вечного огня в парке Победа состоялся митинг. День Защитника Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь – значимый праздник. Он символизирует верность воинскому долгу и имеет свою историю. Также этот государственный праздник олицетворяет ратные традиции, воинскую славу и доблесть вооруженных сил страны. Он несет в своем содержании символическое единение прошлого и настоящего. По традиции в День Защитника Отечества особые слова признательности звучат в адрес воинов-освободителей. Беларусь не раз становилась ареной кровавых сражений и жестоких битв, в которых решалась судьба Отечества. И всегда на пути врага вставал наш солдат-защитник. Этот день по праву считается днем памяти мужества и героизма всех поколений защитников Отечества, которые стояли и отстояли свободу и независимость родной земли. Величайшим примером мужества и стойкости является борьба советского народа с немецко-фашистскими оккупантами. В этом году мы будем отмечать 75-го годовщины Победы. Поэтому сегодня дань особой признательности и благодарности мы отдаем ветеранам Великой Отечественной войны. В современных условиях Республика Беларусь делает все возможное для того, чтобы трагические страницы нашей истории больше никогда не повторялись. В этот праздник мы преклоняемся перед подвигом ветеранов Великой Отечественной войны, всех погибших за Великую Победу. В ней участвовали миллионы, но не безликой массы выступали советские люди в этой небывалой по своим масштабам битве. В их героизме ярко проявились личные качества воинов, партизан, подпольщиков, рядовых и генералов. Сегодня лучшие ратные традиции прошедших поколений приумножают войны белорусской армии, которые верно служат народу и Отечеству, являются гарантом стабильности нашего государства, его вооруженной защиты. Миллионы людей нашей страны связаны живыми узами с вооруженными силами. Беларуси, пожалуй, нет семей, в которой вы бережно и с любовью не хранили фотографии своих близких и родных в военной форме. 23 февраля символизирует единство поколений в стремлении любить и защищать Родину. Вооруженные силы Беларуси надежный гарант безопасности страны. Белорусская армия, как и прежде, остается школой патриотического воспитания, профессионального мастерства, моральной и физической закалки, отмечена на митинге. В мероприятии, посвященном Дню Защитника Отечества, приняли участие представители районной власти, воинских формирований, трудовых коллективов, общественных организаций, учреждений образования. Все они отдали дань памяти и уважения погибшим героям, освободителям Речевского района от фашизма в годы Великой Отечественной войны. Возложили венки и цветы к подножию монумента. В Речевском районе продолжаются мероприятия в рамках Единого дня безопасности. На этот раз акция профилактической направленности состоялась в Государственном профессиональном аграрно-техническом лицее. Организатором мероприятия выступила районная организация общественного объединения «Белая Русь». Поддержали проект и заинтересованные службы. В аграрном лицее мероприятие Единого дня безопасности прошло в формате квест-игры. В спортивном зале было многолюдно. Проэкзаменовать себя на предмет безопасности пожелали многие. В квесте приняли участие три команды «Белая Русь», «Молодежь речицы» и «Лице», в составе которых учащиеся этого профессионального учебного заведения. В центре внимания вопросы безопасной жизнедеятельности и здорового образа жизни. Все участники соревнований прошли по пикетам, которые организовали различные ведомства и службы. Ребята оказывали доврачебную медицинскую помощь, переносили пострадавших, рассказывали о правилах использования первичных средств пожаротушения и отвечали на вопросы викторины. Они должны знать, по какому телефону позвонить и вызвать пожарных. Они должны знать, как правильно эвакуироваться во время возгорания, как себя вести во время возгорания, что они должны отключить в первую очередь, когда произошел пожар, как они должны выйти во время задымления. То есть вот такие ситуации они должны знать. Ну и как, конечно, правильно сделать марлевую повязку, чем ее смочить. Вот такие знания они должны знать. Потому что, ну вы же понимаете, что это дети. Дети сегодня, они находятся везде и всюду. Ну то есть они должны знать, как себя вести дома, они должны знать, как себя вести на улице, они должны знать, как себя вести в учреждениях образования. Ну то есть вот мы стараемся это показать и этому научить. Главная цель Единого дня безопасности, который завершится 1 марта, формирование в обществе культуры безопасной жизнедеятельности. На территории Реческого района в период проведения Единого дня безопасности запланирован целый комплекс мероприятий. Все заинтересованные службы в эти дни направят усилия на пропаганду безопасных условий проживания населения, проведение образовательно-воспитательной работы с подрастающим поколением. Жемчужина в центре столицы. В комплексе «Минск.Мир» жители приняли очередной дом. Его название «Жемчужина» – прямой посыл к курортному настроению теплых морей. Новый дом комплекса – еще одно завершенное здание в квартале «Эмиратс-Люкс», который своей архитектурой и цветовым решением больше всего напоминает набережную Дубая. Как принимали дом собственники квартир и каково жить в новом современном комплексе – далее. Люди активно берут ключи и впервые попадают в свои новые современные квартиры. Это уже девятый дом квартала, в котором завершены строительные работы. Теперь начнется процесс приемки квартиры. Вскоре будущие жильцы смогут приступить к ремонтам. А не за горами новоселья, как показывает практика, уже через 3-4 месяца после сдачи дома в него начинают вселяться. На 15-й этаж «Жемчужины» за секунды поднялась на скоростном лифте «Отис» Вера Медведь, чтобы переступить порог своего нового жилья. Вера Медведь рассказывает, что вместе с семьей сына жила в столичной трешке, но со временем решили разъехаться. Сыну купила Нобельского, а сама вступила сюда в строительство. Меня устроила цена и то, что быстро очень построили. Ну и хороший район, и к вокзалу близко, и к детям доехать хорошо на метро будет. Квартира «Евродвушка» площадью 38 квадратов. Понравились большие красивые окна, и балкон хороший, и солнечная сторона у меня будет. Дом «Жемчужина» – мечта для многих. Приобрели здесь жилье себе с мужем. Сын купил себе квартиру, ну вот решили и дочку поближе к себе. Самое главное преимущество – это расположение его, ну вот как на наш взгляд. Потому что фактически 10 минут и в центре города, и вокзал тут прямо рядышком, если куда-то добираться. И самое главное, что вот метро планируется открываться. Транспортное сообщение с любым районом города замечательное. На шестом этаже квартира Екатерины и Евгения Тимановичей, которые на предварительную приемку пришли с двумя дочерями. Девчонкам очень понравилась их новая светлая квартира, да и вообще весь дом привел в восторг. Не меньше эмоций и у счастливых родителей, у которых не сходит с лица улыбка. И сама квартира нравится и весь дом. Дом успешно построился, мы его досрочно ввели в эксплуатацию. Дом соответствует всем современным требованиям. Красивый, светлый, просторный. Использованы бесшумные скоростные лифты. Просторные, красивые лобли, можно в этом убедиться. И, в принципе, хотим, чтобы здесь было счастье, любовь, процветало, детки росли в этом доме, которые пришли принимать свои квартиры. Будущих новоселов радует и строительная площадка неподалеку. На огороженной территории ведутся работы по возведению новых зданий. Строит Международный финансовый центр «Минскворд» и крупнейший в Беларуси торгово-развлекательный комплекс. И тут же новая станция метро. Международный финансовый центр «Минскворд» – деловое сердце комплекса. Он станет не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест. Весной планируем ввести в эксплуатацию торговые центры, которые будут обслуживать население этого квартала и всего многофункционального комплекса «Минск.Мир». Следующий квартал чемпионов, который мы тоже планируем вводить дома уже весной, летом, то, что будут вводиться дома в эксплуатацию. Все необходимое в шаговой доступности. На территории комплекса разместятся детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны. В каждом квартале строительство школы или детского сада. В центральной части комплекса будет разбит новый городской парк «Зеленые легкие» всего комплекса. Все кварталы комплекса свяжет сеть велодорожек. Через комплекс пройдет новая третья линия Минского метрополитена, и сразу две станции окажутся по соседству. В шаговой доступности также будут многочисленные остановки наземного общественного транспорта, маршруты которого свяжет комплекс со всеми районами города. Кварталы комплекса будут свободны от машин. Владельцы смогут оставить свои автомобили на стоянках по периметру квартала и в крытых паркингах. Будущие новоселы-жемчужины заняты приемкой и ремонтными хлопотами. Для них главное волнение уже позади. Покупатели вошли в свои новые квартиры и поняли, что мечты сбылись. А для тех, кто еще раздумывает о покупке собственного жилья, самое время поторопиться. Ведь у застройщика как раз сейчас очень выгодное предложение. Полностью готовую к вселению квартиру здесь можно приобрести в уникальную рассрочку на 10 лет. Без процентов, переплат, увеличение цены за квадратный метр. Требуется первый взнос, но к каждому покупателю у компании индивидуальный подход. И даже отсутствие средств на первый взнос не станет проблемой. Кредит от банка-партнера до 40 тысяч рублей без справок и поручителей. Привлекательны и программы кредитования покупки от банков-партнеров. Это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Партнерская программа с Беларусьбанком. Процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% на второй и третий год, затем 12,32%. А по программе БПС Сбербанка на первые два года 6,99%. В комплексе «Минск.Мир» до конца февраля проводится праздничная акция. При покупке квартиры в домах Пекин и Сидней Люкс, квартала Чемпионов, Нью-Йорк и Сан-Франциско в квартале Северная Америка, Гонконг и Токио в квартале Азия и Александрия в квартале Африка снижена стоимость от цены продажи квадратного метра в длительную рассрочку. Во время акции снижен первый взнос, можно внести 20% и оформлять договор покупки в рассрочку. Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу собственными средствами либо с привлечением кредитов в банков, предусмотрены существенные скидки. В общем, стоит поторопиться и сделать выбор, и купить квартиру в престижном комплексе столицы от застройщика. Информация, внимание, речищан и гостей города. С 25 по 29 февраля в городском дворце культуры пройдет ярмарка «Зимний цинопад». На ярмарке представлен большой выбор обуви, пуховиков, шубы, дубленок. Порадует покупателей также огромный выбор шапок, шарфов и перчаток. Модницы смогут приобрести для себя украшения и косметику. А вкусный мед, сборы трав и сладостей актуальны, пожалуй, для всех. Удачный шоппинг вас ждет с 25 по 29 февраля в городском дворце культуры. На этом наш выпуск завершен. Далее вас ждут метеоновости. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.